Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В Англии проживает 9-летний мальчик, у которого особенная прическа. Он на протяжении всех своих 9 лет жизни не стриг волосы. У парня такие локоны, что любая девушка или рокер просто обзавидовались бы, если бы встретили его. Но у прически маленького британца есть благородное предназначение, и сегодня мы вам расскажем, какое именно. Рейли Стэнкомб вместе с родителями проживает в графстве Эссекс. Мальчик ходит с такими длинными волосами, что на него очень часто обращают внимание. И девушки откровенно завидуют его шевелюре. В этом году мальчику исполнилось 9 лет, и за все годы своей жизни он еще никогда не был у парикмахера. Мама мальчика Дейзи рассказала журналистам, что ее сын стал местной достопримечательностью в городе. И многие знают парнишу. Конечно, все узнают его по роскошных волосах. Да, мой сын еще никогда не был у парикмахера, и у него волосы до плеч, красивые белые локоны, отметила Дейзи. Но решение отращивать волосы приняли всей семьей не из-за прихоти или простого нежелания стричь волосы. У этого поступка есть благородная цель. Уже очень скоро Рейли распрощается со своими волосами, которые так долго отращивал и так тщательно. За ними ухаживал. У мальчика есть благородная цель – помочь детям с онкологией, у которых из-за постоянной химии выпадают волосы. Рейли столкнулся с такими детьми в онкологическом отделении местной больницы. Мальчику с раннего детства постоянно приходилось приезжать в больницу на обследование. У него проблемы с желудком. Именно в больнице он впервые увидел маленьких пациентов с онкологией. Из-за химиотерапии они теряют волосы, так же, как и взрослые. Но принять им это сложнее, ведь так они понимают, что отличаются от других. А для ребенка самое страшное – не быть обычным, не таким, как все. Рейли однажды увидел маленьких детей с онкологией, они были без волос и очень грустили. Мальчика это расстроило, и он начал думать и гадать, как он может помочь этим детям. Поделилась воспоминаниями мама мальчика. Мальчик решил, что не будет стричься и попросту будет отращивать волосы, чтобы потом пожертвовать их, для детей больных раком. Из его волос должны пошить парики для больных ребят, поэтому он хотел отрастить их подлиннее, чтобы помочь большему количеству детишек. Да и прическа Рейли пришлась ему по душе. Парнишке понравилось выглядеть не как все. Его считают иконой стиля и постоянно обращают на него внимание. Рейли однажды подошел ко мне и сказал, что ему нравится быть в центре внимания и что его узнают на улицах, и называют рок-звездой. Ему нравится его стиль, и он хочет после первой стрижки продолжать отращивать волосы, чтобы помочь еще каким-нибудь ребятам. Для него это главная цель, отметила мама Рейли. Сам юный герой рассказал журналистам, что уже записался к парикмахеру и сострижет свои волосы 18 августа. Но морально уже давно готов расстаться с волосами и пожить некоторое время с короткими волосами. Тем более, что он и дальше будет отращивать локоны, чтобы потом снова помочь детям. Для моего сына сейчас самое важное – помочь его друзьям, отметила Дейзи. А Рейли добавил, «Очень грустно, когда у детей нет волос. Они чувствуют себя другими и очень больно смотреть на них таких. Поэтому я решил отдать им свои волосы и сделать их жизнь немного счастливее». Приятно радует тот факт, что история Рейли из Англии не единична. Так, например, в США мальчик тоже решил пожертвовать волосы для больных раком детей. Правда, прежде чем состричь свои длинные локоны, мальчику пришлось столкнуться с издевательствами своих одноклассников. Его каждый день дразнили и называли девчонкой, дергали за волосы и однажды даже избили. Но мальчику это не помешало выполнить свою миссию. И он все же осчастливил нескольких больных ребят. Согласитесь, очень достойный поступок, особенно со стороны ребенка. Ведь важно с детства воспитывать в детях чувство сострадания и сочувствия, и тогда этот мир станет чуточку лучше. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.